Меня спрашивала, как это делать, потому что уже купила краски, уже начала рисовать. Я уже два слоя сделала. Два слоя сделала, да. Вот сейчас я тебе покажу, вот смотри, вот так никогда не делай, как я делаю. Я тебе покажу, да. Я покажу, как не делать. Надо просто разложить краски, белая, желтая, красная, синяя, зеленая. Ну да, но мы сейчас не будем это, потому что мне здесь буквально пальчики надо нарисовать. Надо разложить, чтобы потом не искать, где какая краска, потому что войдешь в ритм, войдешь в поток, начнешь рисовать, а потом, а где краска? И тебя оттуда выбивает. Поэтому, а здесь вот я уже точно знаю, что мне одной достаточно. Вот смотри, что я делаю. Вот здесь такое ощущение, неизвестно цветы кому относятся, правильно? А вот здесь вот я вот сделаю вот так вот твои ручки, вот так. И теперь получится, что цветочки тебе кто-то дарит, а ты вот тут груди прижала ручку, да. Во-во, видишь? Посмотри теперь отсюда. Видно, да? Видно, да. Во, класс. Смотри, глаза какие. Два изящная какая-то. Изящная. Нормально, нормально. Да, ну все. Пока мы положим, потому что ты принесла книги, которые я должен подписать, да? Кресло бегаем. Давай, кресло, давай. Сюда кресло. А ты где будешь? Ну я рядышком буду здесь. Давай. Ручку найдем. Фламиатура нам не нужна. Да, нет, сейчас мы вот так вот удобненько сядем, потому что столько книжек надо подписать. Это те, которые победители. Те победители. Слушай, идея какая. Вот Наташа нам предложила такую идею. А я туда поставлю свою печать. Да, красавица. Потому что здесь у нас вот есть наш логотип. Хомофутурс. Летающий звезд над нами, космос внутри нас. Это символ гармонии. Вот смотри какой, да? А теперь печать я поставлю старый свой. Логотипчик старый, старый. Который был. Ну вот сейчас я его найду. Где он был? Ну я сейчас найду. И поставим. А там ручка немножко. Вот здесь она у нас такая. Вот эти вот. Вот так летит. А там ручка вот так. Потому что на старых книгах моих, на предыдущих, предыдущих стоит вот так. И человек, который получит эту книжку, будет доволен и рад. Потому что он будет знать историю. Вот раньше у нас так было, а сейчас вот так. Да. Будет знать историю. Давай мы сейчас подписываем. Начнем с Анны Король. Да, Анны Король. Потому что за нее кто-то хлопотал. У Анны Король у нас уже участник школы Человек Божьего Хомофутурс. Уже у нас там, ну как обычно говорят, поклонники. Фанаты, фан-группа уже, да? Ну вот здесь вот можно на этой курочке. Давай здесь. Вы думаете, что здесь откроется еще? Да, посмотри. А, да, кстати, можно и здесь. Да. Мы сейчас напишем. Здесь понятно, чем она. Да. А, вот как раз здесь значок, видишь? Мы сейчас печать найдем. Мы напишем. Нелечка, а ты пока рассказывай. Дорогой. Ани. Король. Я там шутил, я говорю, была бы у меня такая фамилия, у меня бы проблем не было бы вообще. Да. Да. Все. И печать, да? И печать поставим, да. Число сегодняшнее. Да, пока, Наташа, я сейчас ее принесу. А ты пока покажи вот другие картины, какие у нас стоят. Хорошо, пошаю. Сейчас я... Хорошо, я покажу. Это называется «Уточки». Мостик через речку. Ага, мосик. Это воспоминания детства Хасая. Мест, которых он... А можно там поставить. Здесь как-то вот так. Здесь строят вот тут на картину и лампу. Да, это мы уже все знаем. Наша Неля, которая с каляки-маляки получилась. Ну, это скрипачка. Скрипачка. Нелечка, посмотри, пожалуйста. Косая печать принес. Да, печать принес. Посмотри, какая. Дело в том, что эту печать... Я когда был в Польше, я работал там с журналом «Пишиачок». Надо вот так вот поставить. И там я это сделал. Печать. И очень много верно. Она стояла. И вот эту штуку нагнулась. И мы сейчас ее поставим. Давай попробуем. Сначала она листочкой. Стоялась. Да, она моя. Паритет такой. Историческая печать. Да, да. Историческая. О, какая красота. Дайте я покажу. Да. Вот, вот какая печать. Вот какая она была раньше, а теперь которая сейчас. Да. Но все равно здесь видно, ты много работал над этим логотипом. Ты рассказывал. Слушай, ну это же не пять лет я над ней работал, а больше гораздо. У тебя разные были варианты. Она совершенствовалась, совершенствовалась. Ну что ты. Прежде чем вот ты остановился на том, который сейчас все знают. Да, красавица. Елена Платова. Да, Елена Платова. Наш победитель. Ура, ура. Наш победитель. Второй. От 1 мая. Да. Так. Дорогой. Елене. Платовой. И поставим печать. Такого вообще ни у кого нету. Отлично. Так. Такого никого нету. Распишемся. Во. Супер. Да. Такого ни у кого нет. Следующий у нас победитель. От 4 мая. А где лучше писать? Может лучше на мягкой стороне писать? Вот на вот этой? Ну давай, давай здесь напишем. Удобнее тебя может здесь будет писать? Давай здесь напишем. Здесь на мягкой стороне. Давай на мягкой. Здесь напишем. Давай. Кто у нас? Виталий Николаевич Курицын. Так. Дорогой. Виталия. Николаевичу. Курицыну. Да, он еще писал о том, что он давно знает твой метод там в письме. Да. И что при переезде у него потерялась твоя книга «Ключ к себе». И он очень рад, что так вот неожиданно он выиграл эту книгу. Ну, красота. Здесь вот печать хорошо ставится на эту сторону. Ой, красота какая. Да. Ну, теперь все. Напечатали. Кто у нас еще? Следующий у нас из Воронежа. Раиса Владимировна Китай-Городцева. Так. Это уже те, кто заказчики, которые просили обязательно с твоим автографом. Раиса Владимировна. Так. Китай-Городцева. Да, можно просто имя указывать или отчество. Так. И поставили. Отлично. Так. Еще. Теперь Жанна Вячеславовна из Белоруссии. Это большой подвиг, что я руками, которые еле пишут, потому что у меня все после этой операции шейной, связанной, такой счастливый, подписываю. Да. Ну, просто я объясняю, почему я так трудно пишу. Вот, вот книжка у вас. Да. Жанна Вячеславовна молодечку. Жанне Вячеславовне просто напиши, Хосе. Да. Потому что у меня ручка выскакивает, дорогой. Жанне. Жанне. Сейчас Вячеславовне напишем. Вя-че-с-ла-в-о-в-не. Вот. Вот. Сыраем. Алиева. Так. Вот. Вот кусачек. Так, по-моему, они клепо ногами, да? Вячеславовне. Да, точно. Есть. Красота. Кому еще, Анечка? Александре. Держи. Город не знаю. Ну, вообще у нас получился пункт подписи. Пункт подписи. Легче новую книгу написать, да? Ну, каждую книгу я пишу много времени, конечно. А это быстрее. Кому? Александре. А фамилия? Степановой. Степановой. Так. Есть. И последняя на Украину, во Львов. Во Львов. Львовская область. Город Стрей. Давай. Вот книжка. А, вот она. Город какой? Стрей. Львовская область. Галине Андреевне. Мы просто напишем Галине Андреевне. Галине Андреевне. Фамилия? Тацинец. Та-ци-нец. После-после-це-и идет, да? А, и. Та-ци-нец. Правильно? Да. Да, правильно, конечно. Так. Печать. Давай, печать. Это уже раритеты. Казачик, ты здесь Хасай Алиева напиши. Вот Хасай Алиева. Да, давай. Просто еще свое имя напиши. И сколько всего получилось? Мы книжек подписали? Семь. Семь. Угу. Ну вот. Так. Они будут ждать. Да, завтра все отправим. Все, отправляй, отправляй. Невечка, отправляй. И я хочу всех поздравить с тем, что они вообще молодцы. Спасали. Читают такие книжки. Читают такие книжки, в которых есть очень интересные моменты. Там есть и имена наших участников школы «Человек будущего», которые тоже там свои рекомендации писали в эту книжку. И сейчас, которую книгу мы делаем новую, я всех приглашаю. Пишите. Там мы создаем вместе науку человечности. Определяем понятия, что такое любовь, сопереживание, созидание, творчество, чувство бесценности живого, чувство чужой боли. Мы там все вместе делаем. И самое главное, само определение этих понятий, которые расплывчато в искусстве, в религиях расплывчато, и каждый толкует по-своему. А тут более конкретно определять. И все это выстроено в одну строчку, чего никогда в мире не было. Чтобы вот эти человеческие качества, выстроенные в одну строчку, выделены как соль, как соль человечности. И самое главное, вот это совместное созидательное творчество над определением этих понятий, как раз таки является генератором, который напоминает каждому человеку, что надо быть человеком, какими качествами обладать, и когда наша школа расширяется, 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 мы этим самым и создаем наше будущее. Потому что человеческое будущее должно быть человеческим, а не там каким-то, если ты умный, где твои деньги. Это неправильно, должен быть баланс между духовными и материальными ценностями. Тогда будет и мир на планете. Продолжение следует...